К гражданам России Том 35, страница 1 К гражданам России Обращение Было написано Лениным от имени Военно-революционного комитета при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. 25 октября, 7 ноября 1917 года Обращение опубликовано в газете «Рабочий и солдат», затем перепечатано в деревенской бедноте, известиях, цик и других газетах. «Рабочий и солдат» – ежедневная вечерняя газета, орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, выходила с 17-го, 30-го октября 1917 года по февраль 1918 года. Временное правительство не зложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ – немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года 10 часов утра Рабочий и солдат Номер 8 25 октября 7 ноября 1917 года Печатается по тексту газеты Рабочий и солдат Сверенному с рукописью Военно-революционный комитет при Петроградском совете был создан 12-25 октября 1917 года по указанию ЦК партии большевиков В состав ВРК вошли представители Центрального комитета партии Петербургского комитета Петроградского совета ФАБЗАВКОМОВ профсоюзов и военных организаций Работая под непосредственным руководством ЦК партии ВРК в теснейшем контакте с большевистской военной организацией руководил формированием отрядов Красной Гвардии и вооружением рабочих Главной задачей ВРК являлась подготовка вооруженного восстания в соответствии с директивами ЦК большевистской партии ВРК проводил многостороннюю работу по организации боевых сил для победы Октябрьской социалистической революции Руководящим ядром ВРК являлся созданный на заседании ЦК 16-29 октября 1917 года военно-революционный центр в составе Бубнова, Дзержинского, Свердлова, Сталина и Урицкого Деятельность этого центра повседневно направлял Ленин После победы Октябрьской социалистической революции и образования на Втором съезде советов советского правительства главной задачей военно-революционного комитета стала борьба с контрреволюцией и охрана революционного порядка По мере создания и укрепления советского аппарата ВРК передавал свои функции организуемым наркоматам 5-го, 18-го декабря 1917 года ВРК ВРК